Сегодня в главных новостях. Роналду хотел в Барусю из-за спонсорских контрактов. Ньюкасл покупает форварда Реал Соседат. В переговорах по Зейшу возникла проблема. Челси нашел замену Ромео Лукаку. Атлетико умышленно не выпускает нападающего Антуана Гризмана в стартовом составе. Таким образом, мадридский клуб хочет избежать выплат Барселоне бонусов за появление форварда в стартовом составе. Форвард Бавари Джошуа Зиркзе может перебраться в Болонию. Итальянский клуб предложил 21-летнего игрока около 9 миллионов евро, а также бонусы. Сам игрок не горит желанием переходить в Болонию. Мэмфис Депай может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Трансфер голландцев Ювентус, скорее всего, сорвался, поскольку туринский клуб решил подписать Аркадию Шамилика. Атлетико хочет сохранить фонд заработной платы. В связи с этим мадридский клуб попросил Антуана Гризмана, Жоао Феликса, Котке, Яна Облако и Тома Лемора пойти на сокращение зарплаты. Полузащитник Денис Закария может покинуть Ювентус в это трансферное окно. Арендовать 25-летнего игрока планирует Рома. Клуб ищет игрока в среднюю линию в связи с травмой Джорджиньо Виналтума, который может пропустить несколько месяцев. Аталанта приняла решение повысить цену на полузащитника Руслана Малиновского. За халбека клуб теперь желает получить до 35 миллионов евро. Вингер Арсенала Николя Пепе близок к переходу в Ниццу. Французский клуб и Арсенал достигли устного соглашения о переходе игрока на правах аренды. Ницца будет выплачивать футболисту большую часть зарплаты. Манчестер Юнайтед готов заплатить за вингера Аякса Антони 94 миллиона евро. Манку Нюанса надеется согласовать сделку уже до конца текущей недели. Мауро Икарди близок к переходу в Галатасарай. Турецкий клуб сделал ПСЖ предложение об аренде 29-летнего нападающего. Сам футболист согласен на этот трансфер. Защитник Абду Ди Ало рассчитывает покинуть ПСЖ этим летом. Интерес к футболисту проявляет несколько клубов АПЛ, в том числе Астан Вилла. 26-летний игрок был бы рад поработать под руководством Стивена Джерарда. Полузащитник Рафиня Алькантара близок к тому, чтобы покинуть ПСЖ. Парижане ведут переговоры с Трапсдонспором. Для турецкого клуба 29-летний игрок является приоритетной целью. Эвертон просит Челси включить игрока в сделку по трансферу Энтони Гордона. Клуб из Ливерпуля хочет, чтобы помимо денежной компенсации за трансфер вингера лондонцы отдали одного из своих игроков – Конора Галлахера или Арманда Брою. Челси проявляет интерес к защитнику Байера Эдмону Тапсоба. 23-летний игрок определенно входит в список потенциальных трансферных целей лондонцев. Его кандидатура обсуждалась внутри клуба на случай провала переговоров с Лестером по Уэсли Фафана. Полузащитник Оливер Абельгор может покинуть Рубин. 26-летний футболист прилег внимание Андерлехта. Клубы уже ведут переговоры. Артем Дзюба мог продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. Юнион предлагал форварду, находившуюся в статусе свободного агента, контракт с зарплатой – 500 тысяч евро в год. Дзюба стал бы самым высокоплачиваемым игроком команды, если бы принял предложение. Манчестер Юнайтед нацелен на подписание галкипера Ньюкасла. Манкунюансы провели переговоры по поводу возможного приобретения Мартина Дубравки. Эвертон может подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Джеймса Гарнера. 21-летним англичанинам этим летом интересовались Лестер, Ноттингем Форест и Тоттенхэм. В отборочном раунде Фенербахче вылетел от кейсского Динамо, а Трамп Замсфор оказался слабее датского Копенгагена. Таким образом, турецкие команды не вышли в основной этап Лиги Чемпионов впервые сезона 95-96. Стали известны все участники группового этапа Лиги Чемпионов. Для жеребьев, не назначенные на сегодня, клубы разбиты на 4 корзины. Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Баи перешел в Марсель. Провансальцы будут иметь право выкупить трансфер игрока следующим летом. В соглашении между клубами прописан выкуп прав за 6 миллионов евро. Ювентус собирается сделать последнее предложение форварду Мемфису Де Пайо. Туринцы уже договорились с форвардом Марселя Аркадио Шамиликом, но перед тем, как оформить документы, попробуют подписать игрока Барселоны в последний раз. Билд объяснил, почему Криштиану Роналду хотел выступать за Дортмундскую Барусию. Во-первых, часть выплат по контрактам с Найклио и Бененц зависит от участия форварда в Лиге Чемпионов. Манчестер Юнайтед в этом сезоне не сможет выступать в данном турнире, в отличие от Баруси. Ради сохранения поступлений от спонсоров на прежнем уровне, Роналду был отказаться от части 29-миллионной зарплаты. Также португалий заинтересован в победе в Бундеслиге. Победителем премьер-лиги, Ла-Лиге и серии А он уже становился. Третий фактор – выступление на постоянно заполнен стадионе Дортмундской Баруси, вместимость которого составляет 81 тысяча человек. Попытка Вестхэма приобрести хавбэка Лиона Лукаса Пакета оказалась безуспешной. Французский клуб отказался продавать бразильца за сумму, близкую к 50 миллионам евро. Сам футболист был бы не против перехода в состав лондонской команды, однако с радостью готов остаться и в Лионе, чтобы обеспечить себе место заявки сборной Бразилии. Лион в целом готов продать Пакета, но намерен сделать это за рекорды для себя деньги. Пока главным исходящим трансфером для команды является уход Тангендумбиле в Тоттенхэм за 60 миллионов евро. Вестхэм не планирует значительно улучшать предложение, но агенты бразильца сейчас находятся в Лондоне на случай, если Лион все же передумает. Также они собираются провести встречи еще с несколькими клубами АПЛ. Александр Исак переходит в Нью-Кассел за рекордные 70 миллионов евро. Английский клуб сделал предложение, от которого Реал Соседат не смог отказаться. Сумма может возрасти до 75 миллионов за счет бонусов. Также Соседат получит 10% от суммы следующей продажи Шведа. Продажа 22-летнего игрока рекордная для клуба Исан Себастьяна. Летом 2019-го нападающий был куплен у Баруси примерно за 10 миллионов евро. Челси и Аякс пока не могут договориться об условиях перехода Хакима Зейша. Амстердамский клуб рассчитывает вернуть полузащитника до закрытия трансферного окна, рассматривая возможность аренды. Однако Челси хочет оформить полноценную продажу игрока. При этом, как сообщают голландские источники, лондонский клуб требует слишком высокую плату за трансфер 29-летнего марокканца. Аяксу придется отказаться от сделки, если синие не пойдут на компромисс. Зейш выступал за Аякс с 2016 по 2020 год, после чего перебрался в Челси за 40 миллионов евро. Португальский форвард Рафаэль Лиао, правами на которого владеет Милан, имеет вариант трудоустройства в английской премьер-лиге. По сообщениям газета Делла Спорт, заинтересованность в переходе игрока проявляет лондонский Челси. Руководство пенсионеров серьезно целилось на этот трансфер. Английский клуб готов заплатить за нападающего 120 миллионов евро. Лиао будет призван заменить на острие атаки бельгийца Ромео Лукаку, вернувшуюся этим летом в миланский Интер. Манчестер Юнайтед больше не претендует на подписание нападающего атлетику Альваро Марат. Испанец находился в числе игроков, фигурирующих в списке трансферных интересов красных дьяволов. Однако сделка, похоже, не состоится. Мадридский клуб запросил за Марату 35 миллионов евро, после чего в Манчестер Юнайтед решили окончательно отказаться от кандидатуры 29-летнего форварда. Галкейпер Айнтрахта Кевин Трап вряд ли окажется в Манчестер Юнайтед этим летом. Боссы красных дьяволов ищут достойного конкурента для Давида Дехея, и 32-летний немец рассматривался в числе главных кандидатов на эту роль. Однако Айнтрахт не готов расстаться с галкейпером, поэтому запрашивает за него порядка 25 миллионов евро. Немецкие источники утверждают, что Юнайтед отправил официальное предложение по трапу, которое было отклонено. Центральный защитник Лацио Франческо Ачерби надеется перейти в Интер. Как известно, Нарадзуре пытается оформить переход Мануэля Акаджи из Бааруси Дортмунд, либо Трево Чалобе из Челси, а 34-летний итальянец лишь третий в списке для миланского гранда. Чтобы увеличить шансы на переход в Интер, сам Ачерби готов отказаться от 400 тысяч евро, положенные ему по контракту с Лацио за последние два месяца. Таким образом, Интеру не придется выплачивать часть суммы за аренду опытного центрбека.